Храм, мне кажется, нужен везде. В сквере как-то я даже не знаю, почему они такое место выбрали. Я думала, это просто будет крест, что-то символизирующее. Закладной крест в центре сквера на проспекте Ульяновский установили в выходные. У будущего храма Казанской иконы Божьей Матери накануне уже появился батюшка. Он будет курировать стройку и в целом приход. С просьбой о строительстве храмов Зелёной Рощи порядка 20 лет, ещё с 90-х годов, обращались жители микрорайона. Многократно, с письмами, лично приходили. Было обращение в администрацию города, и вот ими был предложен этот участок. Пока строительство здесь не началось. Место, где будет новый храм, обозначено крестом. Но жителей больше всего волнует вопрос не появления как такового нового объекта, а то, что для его возведения понадобится вырубить деревья. Да и строительная техника их может повредить. А зелёных зон в Советском районе и так мало. Такое впечатление, как вроде по кладбищу ходим. И зачем он здесь? Он здесь совсем не нужен. Во-первых, вырубят лес, парк. Они же вырубят, всё. Ну, церковь нужна, но не тут. Это парк отдыха, очень хороший, но деревьев мало. Пересадят, наверное, я так думаю. Надеюсь, по крайней мере. Ну, там же есть. Чё, подряд садят, что-то здесь, как грибы? Не, ну, в принципе, я не против. И действительно, неподалёку, буквально в одной остановке, уже есть один храм. Храм Ильи Муромца. Его построили в 2016 году. В Красноярской епархии говорят, что его появление просили верующие и одобрили на публичных слушаниях. Кстати, он расположен также в парке, в парке Гвардейском, на месте бывшей клумбы. В мэрии объясняют, сквер на проспекте Ульяновский имеет статус рекреационной зоны, на которой разрешено строительство капитальных объектов, если люди на публичных слушаниях это одобрят. Обсуждение с жителями прошло ещё в 2013 году. Из тысячи пришедших практически все проголосовали «за». Немало озеленённых территорий, которые не имеют статуса сквера, парка или объекта, который подлежит тому регламенту использования, как сквер или парк. Поэтому в данном случае участок был сформирован явно свободный от прав третьих лиц, свободный от какого-либо статуса. Поэтому по генеральному плану, по правилам землепользования и застройки, данная земля предназначена для строительства религиозного сооружения. Заявление на разрешение на строительство ещё не поступило в департамент. Возможно, заказчик ещё проектирует этот объект. В департаменте городского хозяйства, который занимается благоустройством этого сквера, рассказали, что пока заявок на снос деревьев никто не подавал. Епархии пока не могут сказать, когда начнётся стройка. Проекта нет. Известно лишь, что возводить храм будут на пожертвования. В ближайшие дни здесь установят закладной камень и начнут укладывать брусчатку. Предполагается, что место осветит сам митрополит Красноярский Ачинский Пантелейман. Татьяна Потанина, Дмитрий Кудько. Афонтова новости.